Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок и сегодня в обзоре. Отдельно стоит отметить материалы салона. В данном случае салон кожаный, причем кожа это очень мягкая. Еще третий дубль. Сам климат в данном случае у нас двузонный, кнопки крупные, промазать по ним даже на ходу достаточно сложно. Довольно странный момент, который хочется отметить. Если вы привыкли возить свои ступни под передним сидением, то в Lexus ES у вас это сделать уже не получится. Наш сегодняшний обзор будет полезен тем из вас, кто ищет для себя седан бизнес-класса. Но если Toyota Camry никак не находится, обратите внимание на ее соплеменника. Этот автомобиль под брендом Lexus, но под своим потребительским качеством, очень похож. Встречайте, Lexus ES 250. Lexus ES серии появились еще в далеком 1989 году. Ну и конечно же изначально предназначались на рынок Соединенных Штатов Америки. Причем целевая аудитория этих автомобилей была старшая и наиболее консервативная категория покупателей. Вообще этот автомобиль базируется на платформе Toyota Camry. Но имеет от нее некоторые отличия, в том числе и в габаритных размерах. В данном случае речь пойдет про шестое по счету поколение модели ES с индексом 250. А это значит, что под капотом таких автомобилей располагается мотор объемом 2,5 литра, 184 лошадиные силы. Коробки передач только автоматические, привод у всех ES только на переднюю ось. Шестое поколение появилось в 2012 году и продолжало выпускаться 6 лет до 2018. В 2015 году в ходе рестайлинга значительно освежили внешность. У нас на обзоре машина 2012 года выпуска. Это один из первых ES 250. Здесь 2,5 литра, 184 лошади, автомат и с около 180 тысяч родного пробега. Кузов V60 у ES выглядит очень даже эстетично. Автомобиль классических пропорций. Длинный капот, короткий багажник и очень приземистый силуэт. Машина действительно немаленьких размеров. Длина кузова здесь 4,9 метра. Ширина 1,82 метра, а высота небольшая всего 1,45 метра. По сравнению с соплатформенной Camry колесная база у этого автомобиля была увеличена и составляет 2,82 метра. Радиус разворота при этом довольно скромный 5,7 метра. Снаряженная масса 1650 килограмма. Максимально разрешенная полная масса у Lexus ES 2,1 тонны. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, если на первых версиях флагманских седанов Lexus LS для американского рынка можно было увидеть заводской окрас и в 250 микрон, то Lexus ES 6-й генерации демонстрирует абсолютно стандартные цифры для Toyota европейского рынка. Разброс показаний толщиномера 90-140 микрон. Несмотря на то, что для седана бизнес-класса объем багажника вроде бы не самый большой показатель, давайте на всякий случай проверим, как обстоят дела с размерами багажного отделения. Здесь по каталогу объем 460 литров. Посмотрим, сколько это в линейных размерах. Ширина проема багажника в средней части 108 сантиметров. Высота небольшая, порядка 47. Длина по полу 103. Широкая часть багажника позволит поместить груз до 150 сантиметров. Что касается ширины, то наиболее широкая часть багажника это метр 51, а узкая 1 метр ровно. В отличие от Toyota Camry, заднее сидение здесь вы не сложите. Как максимум сможете увести здесь лыжи, присутствует лючок. Так что для перевозки длинномеров этот автомобиль не подходит. Зато в багажнике присутствуют петли для сетки крепящий груз. Ну а под фальшполом запасное колесо, причем полноразмерное, и набор штатного инструмента. Интересная фишка. Если вас везут в лес в багажнике вашего собственного автомобиля, Lexus IS дает вам шанс освободиться и сбежать. Первое, что стоит отметить, когда попадаешь сюда, это большой запас пространства по ширине. Но вот высота автомобиля дает себе знать. При росте метра 86 я не могу сказать, что здесь слишком просторно. Скорее посадка напоминает спортивный автомобиль. Хотя запас пространства над головой здесь все же остается. Отдельно стоит отметить материалы салона. В данном случае салон кожаный, причем кожа это очень мягкая. Как, кстати говоря, и сами сидения. Пластик на передней панели также можно назвать мягким и податливым. Правда, вот на дверных картах с этим посложнее. Профиль сидения здесь отнюдь не спортивный. Боковая поддержка присутствует, но лишь номинально, и то только на спинке. Подушка сидения полностью плоская. Но кому-то это может даже понравиться. Что касается регулировок. В данном случае рулевая колонка имеет электропривод. Регулируется она, естественно, в двух плоскостях. Запас регулировок довольно большой по своему диапазону. И надо отметить, что даже в нижнем положении руль не слишком-то перекрывает приборную панель. При росте 1,86 м сесть за рулем получилось удобно. И подобрать посадку, опять же, вышло быстро. Если отодвинуть водительское кресло максимально назад до упора и сдвинуть его вниз, то в целом я могу вытянуть ноги и едва-едва дотянуться до педалей. Так что, если ваш рост под 1,90 м в этом автомобиле, вы в любом случае сможете настроить под себя посадку. Что стоит отметить особо. На водительском кресле присутствует регулировка наклона подушки сидения. Поэтому вы не останетесь в ситуации, когда ваше бедро повиснет в воздухе. Хотя сама длина подушки могла бы быть больше. Приборная панель в данном случае типа оптитрон. У нас есть физические стрелки и обозначенные кольцами шкала тахометра и спидометра. При включении зажигания все это оживает. По центру маленький дисплей бортового компьютера, естественно цветной. Многослойная подсветка приборной панели, белые шрифты и белые стрелки. Все спокойно, шрифты крупные, информация считывается без проблем. Подрулевые переключатели нетиповой формы для концерна Toyota. Тянуться к ним не приходится, пользоваться ими удобно. И не сказать, что они сильно щелкают. А вот выключатель круиз-контроля позаимствован из любой другой Toyota того времени. Не сказать, что интерьер Lexus ES перегружен клавишами на рулевом колесе. У нас управление мультимедийной системой и телефоном, подключенным по Bluetooth. Отсюда же можно листать меню бортового компьютера. Слева от рулевого колеса все очень скромно. Здесь стандартный пульт управления боковыми зеркалами, омыватели фар и включение-выключение парктроников. Присутствует очень маленький компактный бардачок, куда практически ничего не пристроишь, кроме может быть штатного ключа. Причем отделан он изнутри материалом, напоминающим бархат. Здесь же внизу клавиша открывания лючка бензобака, багажника и ручка открывания капота. Стандартный блок стеклоподъемников на подлокотнике водительской двери. Здесь же блокировка стекол и центральный замок. По центру приборной панели у нас дисплей. В данном случае небольшой, монохромный. Да не самой богатой комплектации. В данном случае на нем отображаются показатели системы климат-контроля и мультимедийная система. Сам климат в данном случае у нас двузонные, кнопки крупные. Промазать по ним даже на ходу достаточно сложно. Здесь же клавиша включения-выключения аварийной сигнализации. Кстати, очень удобно в плане доступа, поэтому быть вежливым на дороге за рулем Lexus ES достаточно легко. Сверху блок клавиш, отвечающих за мультимедийную систему, с которыми также довольно сложно запутаться. И аналоговые часы. Запускается автомобиль у нас при помощи кнопки. Внизу у нас поворотные регуляторы подогрева сидений, которые имеют несколько положений. Если бы комплектация была побогаче, в данном случае сидения имели бы еще и вентиляцию. И шайба выбора режимов работы автомобиля. Спортивный, экономичный и стандартный. Селектор коробки передач в данном случае имеет прорезь типа змейка и отдельную секцию для ручного режима переключения. А стояночный тормоз здесь ножной. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. В данном случае подстаканник у водителя и у переднего пассажира находится в центральном тоннеле, но довольно далеко друг от друга. Так что вмешаться водитель и передний пассажир своими стаканами друг к другу не будут. Также в центральном боксе присутствует довольно объемный ящик, куда можно складировать большое количество разной мелочевки. Здесь же разъем AUX, USB и 12-вольтовая розетка. Все бардачки в этом автомобиле имеют вот такую вот отделку тканью, на ощупь напоминающую бархат. К сожалению, центральный подлокотник не регулируется здесь по длине. Что касается основного бардачка, здесь он открывается при помощи кнопки. Так же как на Toyota RAV4 в 30-м кузове. Сам бардачок поделен на секции и не сказать, что он очень большой. Кстати, интересно, что никакого футляра для очков на потолке здесь тоже нет. А внизу дверных карт присутствуют очень короткие кармашки без какой-либо дополнительной формы из серии держатель бутылок. Что касается обзорности, сидишь в этом автомобиле в любом случае низко, чтобы не упираться головой в потолок. Передняя панель занимает примерно половину пространства по высоте перед вами. Капот вы не видите ни при каких обстоятельствах. Лобовое стекло очень узкое, а вот боковые зеркала, благодаря тому, что имеют зону с преломлением сбоку, очень удобны в использовании. И привыкать к ним не придется маневрировать в потоке, можно совершенно спокойно. Линия остекления здесь довольно-таки высокая. Ну а с обзорностью назад выручают парктроники в данной комплектации. Без них парковаться на ИС при почти 5 метрах длины и невидимом багажнике было бы затруднительно. Ну а теперь про задний диван ИС-250. При огромной колесной базе в 2,82 стоило ожидать, что места здесь будет много. И это действительно так. Но это касается только пространства в плане продольного измерения. Место над головой при росте 1,86 метра здесь остается очень немного. Сказывается заниженная линия крыши. Подушка заднего сидения практически плоская, а вот спинка четко отформована под двух седоков. Центральная часть довольно сильно выдается вперед. При этом тоннеля на полу здесь практически нет. И места для ног хватает. Я сижу сам за собой и от моих коленей до спинки сидения еще порядка 4-5 сантиметров. Но сама эта спинка здесь пластиковая. Довольно странный момент, который хочется отметить. Если вы привыкли возить свои ступни под передним сидением, то в Lexus ИС у вас это сделать уже не получится. Пространства под передним креслом настолько мало, что вы в принципе не просунете туда ногу. Так что всю дорогу проведете со ступнями на полу. А это значит, что если у вас длинные ноги, скорее всего бедро ваше будет без всякой опоры болтаться в воздухе. И это не слишком удобно. Что касается удобств для пассажиров заднего ряда. К их услугам широкий подлокотник. Здесь присутствует внутри бокс, отделанный бархатистой тканью. А за ним скрывается тот самый лючок в багажник для перевозки длинномеров. Также у задних пассажиров свои собственные дефлекторы и вентиляции. Есть плафон освещения, причем удобно расположенный. И, что интересно, здесь присутствует прикуриватель. Не просто розетка на 12 вольт, а именно прикуриватель. И в подлокотниках дверей у нас полноценные вытаскиваемые оттуда пепельницы. В целом, если абстрагироваться от невозможности затолкать ноги под передние сидения, на заднем диване Lexus ES на самом деле комфортно находиться. Что касается агрегатов под капотом ES250, то Toyota пошла здесь по пути выбора наиболее проверенных и надежных компонентов. Поэтому под капот данной модификации они поставили не что иное, как два ARFE. Этот мотор объемом 2,5 литра выдает 184 лошадиные силы и 235 ньютон метров крутящего момента. С ним Lexus ES разгоняется до 100 км в час с места за 9,8 секунды. Максимальная скорость 207 км в час. При этом машина еще демонстрирует вполне умеренный топливный аппетит. Именно этот мотор вы можете наблюдать под капотом Toyota Camry в 50-м кузове, к примеру. И 2 ARFE это мотор, который практически не имеет каких-то конструктивных недостатков и болячек. Это простой агрегат. 4 цилиндра в ряд, алюминиевый блок, два верхних распредвала, есть гидрокомпенсаторы. Заниматься регулировкой клапанных зазоров тут не придется впрыск топлива. Самый обычный распределенный ГРМ цепной. Цепь имеет ресурс за 200 тысяч километров пробега. Из дополнительных наворотов, если это можно так охарактеризовать, впускной коллектор с переменной геометрией. И в данном случае электронная дроссельная заслонка, что уже давным-давно обыденность. Из очень немногочисленных моментов, на которые могут пожаловаться некоторые владельцы подобных агрегатов, можно отметить шум муфт фазовращателей при запуске мотора. На агрегатах с большим пробегом не слишком большой ресурс помпы. Ну и необходимость залезть в ГРМ. Но где-то на пробеге уже за 200, ближе к 250 тысячам. Что очень и очень хороший показатель. Ресурс такого двигателя лежит далеко за пределами 300 тысяч километров пробега. Если его не перегревать, менять вовремя масло и нормально обслуживать, то и сносу ему по большому счету не будет. Работает он здесь в паре с классической шестиступенчатой АКПП. И эта коробка также знакома по модели Камри. Нельзя сказать, что это совсем бессмертный агрегат, но с мотором 2,5 он уживается более или менее. В основном проблема, с которой приезжают подобные автомобили в ремонт, это проблема по ошибкам по блокировке гидротрансформатора. О том, что такая проблема есть, большинство владельцев узнают уже, когда загорелся чек. Соответствующий код ошибки намекнет вам, что пора в ремонт. Последний раз подобную проблему мы наблюдали на Тойоте Камри с пробегом 340 тысяч километров. При осмотре подержанного экземпляра, а также на тест-драйве, обратите внимание на то, чтобы автомат не затягивал передачи, тем более не толкался. Слишком резкая работа может быть связана с тем, что продукты износа накладки гидротрансформатора в масле уже изрядно подзабили гидроблок. Ну а теперь про дорожный просвет, который по каталогу здесь составляет 151 миллиметр. Самая низкая точка в данном случае по центру автомобиля – это передний подрамник, и расстояние до него от асфальта всего 13 сантиметров, что меньше заявленных цифр. Край переднего бампера находится на расстоянии 15,5 сантиметров от асфальта, резиновый брызговик в 12. Но сам передний бампер здесь очень длинный, поэтому нужно быть крайне аккуратным при подъезде к высоким препятствиям типа бордюра. До пластиковой накладки за передним колесом 15,5 сантиметров. В задней части порога чуть побольше – 18,5, но и этого кому-то показалось мало, судя по положению брызговика и вылетевшей клипсы. Ну и расстояние до заднего бампера от асфальта – это 22 сантиметра, что не так уж много. С учетом длинных свесов и огромной колесной базы у этого автомобиля, клиренс здесь маленький. Об этом следует помнить, если вы эксплуатируете машину на дорогах плохого качества, либо периодически вам надо выбираться, например, в сторону дачи. Что касается подвески Lexus ES, то в данном случае эта ходовая часть ориентирована исключительно на комфорт пассажиров. Автомобиль действительно очень мягкий и больше подходит для езды по прямой, по трассе, нежели по серпантинам или где-то по дорогам с большим количеством виражей. Передняя подвеска здесь выполнена по схеме типа Макферсон. Шаровые опоры в рычагах по тойотовской старой, доброй и действительно хорошей традиции выполнены съемными на болтовом соединении, то есть меняются отдельно от рычага даже в оригинале. Стабилизатор поперечной устойчивости в целом закреплен на подрамнике так, что доступ к его укреплениям здесь какой-никакой, но имеется. Рулевая рейка у ES полностью электрическая, здесь не будет никаких утечек рабочей жидкости. За это можно не волноваться. Что касается антикоррозийной обработки, то ее, как ни странно, на этом автомобиле, хоть это и дилерский автомобиль для российского рынка, нет. По сути мы видим только шовный герметик, и то не везде. Очень легкий слой антикора нанесен разве что в районе порогов. Однище автомобиля, большей частью, закрыто еще и пластиковыми накладками. В задней части автомобиля под пластиковыми защитными экранами располагается стальной топливный бак. Объем его 65 литров. Задняя подвеска здесь напоминает Toyota Camry. На каждую сторону здесь приходится по три тонких и длинных рычага, больше напоминающих тяги. А амортизатор и пружина здесь выполнены в виде единой стойки. Что касается ресурса компонентов задней подвески, все в целом хорошо. Как обычно, самое слабое место это плавающие сайленблоки. Их придется менять почаще. Остальных тормоза, естественно, вкруг дисковые, а стояночный тормоз самый обычный механический. Но, как ни странно, на этом 12-летнем автомобиле следов коррозии снизу практически нигде не видно. На этом наш обзор подошел к концу. Надеемся, после просмотра у вас появилось общее представление о том, что же такое Lexus ES250. Напоминаю, на обзоре был автомобиль 2012 года выпуска с пробегом 180 тысяч километров. Есть приличный шанс, что к моменту, когда данное видео увидит свет, машина все еще будет находиться в продаже. У нас в компании RDM Import в городе Новосибирске. Если этот экземпляр заинтересовал, контактный телефон будет в описании. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться на нас. Ну, а если была такая машина, на которую вы накатали много, и вам есть в чем нас поправить и в чем дополнить, пишите все это в комментариях. Делитесь, как говорится, собственным опытом. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.